МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вольфович, много ли журналистов и много ли представителей штаба Жириновского, штабистов его, так сказать, и волонтеров, которые его поддерживали? Екатерина, добрый вечер. На самом деле в штабе Владимира Жириновского все спокойно, спокойно и безлюдно. Остались только журналисты здесь в фойе, все остальные разошлись. Дело в том, что сам лидер ЛДП решил не приезжать в штаб, а сразу направиться на онлайн-марафон «Ночь выборов». Ну а его сторонникам, в общем-то, оставаться и праздновать особо нечего. Дело в том, что, согласно предварительным результатам, Владимир Жириновский так и не смог сломать неприятную для себя традицию и занять, поподняться выше третьего места. Впрочем, Владимир Вольфович на публике сегодня появился в полдень. Это произошло во время голосования на одном из столичных избирательных участков. От него ждали, конечно, громких заявлений, и Владимир Вольфович не подкачал. Предлагаю послушать его диалог с наблюдателем из Японии. Затем Владимир Жириновский заполнил бюллетень, но прятать его не стал. Показал всем, мол, мне нечего скрывать. Понятно, что галку поставил он напротив своей фамилии. Затем обратился к журналистам и сразу перешел на глобальный уровень. Он заявил, что сегодня страна выбирает не главу государства, а правителя планеты Земля. Он рассказал о сложной международной обстановке и пообещал дать отпор всем врагам. Предлагаю послушать. Сегодня день радостный. Я уверен, что завтра миллионы граждан России с удовлетворенными лицами, с улыбкой поедут на учебу, на работу и по своим делам. С чувством гордости, что Москва – это столица мира, и никто не посмеет нам угрожать. Впрочем, сегодня верховным правителем Владимир Жириновский, видимо, не станет. Но напоминаю, что он самый опытный из участников. Это была его уже шестая президентская гонка, а самая первая была в 1991 году, еще во времена СССР. Тогда он баллотировался на пост лавы РСФСР. Самый лучший результат Владимир Жириновский показал в 2008-м, набрал почти 9,5% голосов. А провал случился в 2000-м. Он стал пятым и не добрал до 3%. На прошлых выборах, напомню, Жириновский набрал примерно 6%. На этот раз, кстати, была интрига. Еще два года назад Жириновский заявил, что, возможно, на выборы он не пойдет и выставит кого-то из своих однопартийцев. Либо своего сына Игоря Лебедева, либо депутатов Нилова, Дегтярева. Но в итоге Владимир Вольфович стал первым же, кто зарегистрировался на выборы. На эту кампанию он шел под лозунгом «мощный рывок вперед». И традиционно было очень щедрное обещание. Он обещал, что в стране не будет ни одного голодного, безработного и бездомного. Обещал реформу образования, масштабную амнистию. И обещал защитить русский язык. Он сказал, что если выиграет, то выпустит указ, по которому будут штрафовать всех, кто употребляет иностранные слова при наличии русских синонимов. Конечно, в публичных выступлениях. Надо сказать, что Владимир Вольфович сам... Да, да. ...в этих выборах и даже не получает второго места. Роман, да, мы понимаем, что Владимир Жириновский не побеждает на выборах и не нарушает устоявшуюся традицию. Он по-прежнему остается третьим номером в российской публичной политике. Скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, можно ли считать эту предвыборную кампанию для Жириновского «Лебединые песни» и, может быть, даже закатом карьеры, политической карьеры старейшего участника президентских выборов Владимира Жириновского? Ну, трудно сказать. Дело в том, что, несмотря на свой возраст, да, Владимир Вольфовичу 71 год, он все-таки был самым активным. Он единственный, кто участвовал абсолютно во всех дебатах сам. Он ведет здоровый образ жизни, как известно, поддерживает форму, не пьет, не курит. Но при этом, скорее всего, в следующих президентских выборах он уже участвовать не будет. Просто уже по возрасту не подходит. Да, ну, спасибо большое, Роман. Я хочу сказать, что нашему корреспонденту, как мы видим, скорее всего, передалось настроение, царящее в штабе Владимира Жириновского. И, как мы понимаем, оно совсем не радостное абсолютно, потому что Владимир Жириновский не смог сломать традицию и остался, занял, точнее, почетное третье место. Ну что, говоришь Жириновский, подразумеваешь ЛДПР. Это уникальный случай в российской политике, когда фамилия политика практически стала синонимом его партии. Жириновский Владимир Вольфович, 71 год, родился 25 апреля 1946 года в столице Казахской ССР, Алма-Ате. Закончил три вуза, Институт иностранных языков, Университет марксизма-ленинизма и Юрфак МГУ, доктор философских наук. В 70-х годах работал в Советском комитете защиты мира, а затем занимался международным частным правом в Инюр-коллегии. В 80-х возглавил юридический отдел издательства «Мир». В политику пришел на волне перестройки, основал Либерально-демократическую партию Советского Союза. Ее первый съезд прошел в марте 1990 года. Это умеренно-центристское направление. Мы не с правыми и не с левыми. Закон, многопартийность, многоукладность, президент, де-идеологизация. В президентских выборах участвовал в шестой раз. Успешным для него можно считать 91-й год. Еще РСФСР занял тогда третье место и набрал рекордные для себя 9,35%. С именем Жириновского связаны многочисленные скандалы. Лидер ЛДПР никогда не стеснялся в выборе аргументов. На выборы 2018 года лидер ЛДПР пошел под лозунгом «Мощный рывок вперед». Представил программу из шести десятков пунктов. Обещал в случае победы кардинальные перемены. Ни одного бездомного, безработного, голодного. Стиль Жириновского. Активная предвыборная кампания всегда идет в народ. Раздает деньги на вокзалах, обходит рынки, изобличает мафию. Опасная концентрация. Опасная. 60 норм, а здесь 340. У Владимира Вольфовича много талантов. Он поет. Вот совместный проект с рэпером Серегой. Пропаганда безопасного секса. Пустили рекламу, куда каждый час. Пользуйтесь резинкой. Снимается в фильмах. Вот корабль двойников 97-го года, где политик играет капитана милиции. Допрашивает с пристрастием. Как я вас не люблю, американцы. Наглые такие все, разукрашенные все. И все с музыкой у вас. Другая музыка у нас в лагерях. И пишут книги. Полное собрание его сочинений и выступлений. 100 томов. Почти вдвое больше, чем у Ленина. Говорить, лидер ЛДПР готов на любые темы. Про футбол. Лег там однажды бельгийц и наш. Вот твоя коленка, вот твою морду. Ну по морде ударь коленку. Нет, лежит, ничего не делает. Про гигиену и романтику. Целоваться в губы нельзя. Рот самое поганое место. Только в лобик. Предварительно это место, где вы будете целоваться, протирайте спиртом или одеколоном. Лучше моим одеколоном. И легкое прикосновение. Все. Ну и, конечно, про политику. Жириновский часто дает прогнозы и некоторые сбываются. Вот что он говорил за пять лет до появления в Белом доме американского президента Обамы. Можете там захлебываться с Латинской Америки. Они уже приперлись к вам. Муж же по-испански говорит. Следующий президент у вас будет мусульмальным и негром. Владимир Вольфович за здоровый образ жизни и всех своих сопартийцев агитирует. Не пьет, не курит. Даже на вегетарианство перешел. А зимой купается в проруби. Ай! Ай, господи, пронеси! Политик женат. У него трое детей. Старший Игорь Лебедев пошел по стопам отца. 11 лет руководил фракцией ЛДПР в парламенте. А сейчас является заместителем председателя Государственной Думы. Сейчас стало известно о том, что в своем штабе появился Владимир Жириновский. Давайте послушаем, о чем он говорит. Ваш вопрос. Подождите. Добрый вечер. Центр молодежных медиа. Мой помощник где? Дай мне воду. Вопрос один, первый. На какой регион вы больше всего рассчитываете по избирательным участкам? Вопрос второй. Почему вы участвуете в этих выборах, если считаете, что они не совсем корректно проходят? Спасибо большое. Вот актеру дают плохую роль. Что он должен делать? Не сниматься? Спиться и повеситься. Вот вы предлагаете мне. Если выборы плохие, демократия плохая. Это страна такая. Это история моей страны. Моя мать умерла. Ей было 77 лет. Она сказала, Володя, ни одного радостного дня. Ни одного. За 77 лет. Так что я должен делать? Моим детям сказать. Дети мои. Мне 77, я ухожу из жизни. Нечего вспомнить. Ну это же жизнь. Мы должны в этом смысле бороться. Вот, допустим, в Москве та же Собчак или в Питере получила больше, чем по стране. Почему? Она сделала акцент в программе легализации однополых браков. Ну за нее голосовали пидорасы и лесбиянки. Я же не могу с этим выходить. Вот, видишь, кричат. Это пидорасы и лесбиянки. Вот все. Им она выгодна. Она выбрала правильный сегмент. Это не победить никогда. Но 1-2 процента, 3 можно получить. Мы не будем заниматься этим. У нас избиратель общий. От Калининграда до Камчатки. Меня Крым немножко смутил. И Севастополь. Они Грудинну дали больше, чем мне. Это позор. Зюганов был всегда на стороне украинских коммунистов и никогда не поддерживал присоединение Крыма к нашей стране. Голосовал за договор дружбы с Украиной. Но это вот люди такие. Коммунисты только умереть могут. Они не могут перестроиться и понять, что мы защищали Крым с самого начала, с 91-го года. Они мне дают меньше, чем Грудинну. Ну что делать? А так, в целом, я говорю, мои потери в 20 раз меньше, чем потери КПРФ. И в этом смысле у меня победа. В смысле результатов. Мой результат лучше, чем все остальные кандидаты, которые, так сказать, вот искали вариант скандалов. Собчак для скандалов забросили. Она и сегодня лжет. Вместе с каналом «Россия-1» Петров. Оказывается, я ее оскорбил. Потом она облила водой. Я сумасшедший. Приду на дебаты и начну всех оскорблять. Она меня оскорблять начала. И все. И потом она на меня льет воду. А сейчас она говорит, что якобы я ее оскорбил, поэтому она ответила водой. Это же идиотизм. Легко посмотреть. Включайте интернет, и вы увидите весь эпизод. Я с Бабурином разговариваю, она здесь. Ну что делать? Она сегодня с Навальным разговаривала. Навальный отказался от нее. Практически выгнал из студии. Она пришла создавать какую-то коалицию. Дальше. Девушка, пожалуйста, ваш вопрос. Владимир Вольфович, как вы думаете, почему... Представьтесь. Меня зовут Елена, Первый канал. Почему вы думаете, что за вас проголосовал такой небольшой процент? Как? Я... 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 Я так сказал я. Это вы так говорите? Такой процент за меня голосует 30 лет. Вы по-другому сформулируете? Я с научу. Владимир Вольфович, вот вы 30 лет уже. Вас знает каждая собака в России. Почему нас такой избирательный? Того, кого знают лучше всех, голосуют меньше, чем за того, кого вообще не знают. Грудинин никому был неизвестен. И он получает в два раза больше, чем я. Мы объехали всю страну. Некоторые политологи... Да, наверное, вот Жириновский на последнем этапе компании не смог там что-то сделать. Я был на всех дебатах один. Грудинин вообще не ходил. Другие через раз. Всю страну мы объехали. Я был 400 раз в поездках. 400 раз. Мои агитпоезда обошли в каждый посёлок. Лучше нас никто не знает, никто не сделал. Не только в нашей стране. В мире такого количества обращений и попыток повлиять на избирателя. Проблема в другом. Монархия. Тысячу лет. Забили мозги. Страх. Всё, царь, царь, царь. Однопартийный режим, коммунисты. Ещё хуже. Репрессии. Сталин, ГУЛАГ. Ельцин. Тоже ничего хорошего. Всё поломал. Поэтому у людей остался этот страх перед властью. И посмотрите, как голосуют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова